Привет, планета Земля! Я наконец-то приехала в Германию. Как вы видите, стою на балконе у Лизочки, дочери моей сестры Кристины. Ну, в основном все знают, на всякий случай. Что-то у меня аж голос пропал. От этой поездки в этот раз это было очень всё... Короче, и смешно, и грешно, и нервно, и... Ой, сейчас я вас куда-нибудь поставлю и вам расскажу, что произошло. И камеру почищу за один раз. Или, как сказать, заодно и камеру почищу. Вот так. Так вот, рассказываю. Сколько у меня там ещё минут? Двенадцать! Блин, ну ладно, если что, надо будет что-нибудь там удалить. Началось всё с того, что мы договорились с водителем, с которым я, ну, практически всегда езжу в Германию и обратно в Калининград, что он меня заберёт. Как раз я через Инстаграм познакомилась с одной моей подписчицей, которая тоже ездила в Калининград. И, получается, она из Калининграда ехала домой в Германию, а я из дома, из Калининграда ехала по делам в Германию. И попали мы как бы на... ну, в один день. И она тоже поехала, как, скажем так, с моим водителем. Ну, или не то, что не лично моим, но вы меня поняли. Так вот, мы выехали, проехали километров двадцать, и сломалась машина. Поэтому Миша нас развёз, её обратно в квартиру поселил, где она жила, а мне домой. И сказал, что до вечера попробует починить машину. Но ничего не получилось. И на следующий день тоже ничего не получилось. А нам надо очень срочно уезжать. Вы знаете, моя причина это, что у меня завтра с утра суд. И мне надо как бы не с дороги сразу как бы на суд. Я так не хотела, потому что дорогу очень тяжело. У меня постоянные головные боли. Вы видите, у меня прям такое красное лицо. Спать не могу. Вот сейчас закинула себе пиццу, потому что, я не знаю, вот как-то посмотрела, ничего не хочется. Увидела пиццу, думаю, ай, пиццу себе сделаю. Покушаю, может быть, потом разморит и посплю чуть-чуть. Вообще никак не спится. Ужас какой-то. И вся хожу такая, как ватная. И ничего не хочется делать, потому что спать хочется. Ложусь, не сплю. Ой, ужас. Так вот, давай мы искать, как нам добраться до Германии. Срочно мне надо было. Вот моей подписчицы. Привет, если ты меня смотришь сегодня. И еще одна женщина с нами ехала. Вот. Я нашла потом через телеграм-канал, как попутчика. Ну, мы были попутчики, а он как бы ехал из Калининграда в Германию, но ехал только до Берлина. Ну, ладно. И слава тебе, Господи. Какой хороший и добрый муж у моей подписчицы, и моя подписчица тоже очень хорошая и добрая, что они сказали, знаете, что мы вас отвезем. И хотя они от меня живут 250 километров примерно, и все равно они меня отвезли, доставили, как говорится, по адресу, и потом поехали вот эти 250 километров еще домой. Очень большое уважение и низкий поклон таким людям, которые не проходят мимо, которые видят ситуацию и помогают. Конечно же, я не такая наглая рожа. Я, конечно, за бензин как бы денежку дала. Я сейчас не буду сумму называть, что я им дала, сколько, но я думаю, что нормально мы рассчитались, с каждой стороны сделали то, что могли. Вот. И получилось, что так, что наконец-то я приехала. Следующий вопрос, наверное, будет таким. Что там на границах? Мы простояли три с половиной часа. Все про все. Российская граница без проблем. Быстро там за минут 20. Но со стороны Польши мы стояли, ну, три часа, к сожалению. Ну, такое бывает. Но три часа, а не восемь часов. Прошли все хорошо и приехали. О, Лео. Я паузу. Доброе утро. Я проснулась. Пять часов вечера. На часах ветер, холод, дождь. А в Калининграде жара 26 градусов. Вот такие вот дела. Ужас. Вот что теперь делать? Не выйдешь никуда. Ой, ну ладно. Посмотрим, чем я сегодня буду заниматься. И может быть, с Лизой дома вечером буду, если она не уедет. Или же, может, подруга выходная. Я еще никому не писала, что я приехала. Такие вот дела. Что еще хотела вам рассказать? Не смотрите на мою прическу. Не надо расческу найти сперва. Там где-то она у меня в сумке. Просто я хочу выложить влог побыстрее. И поэтому снимаю уже как есть. Не обессуйте. Хотела обратиться к тем, кто в танке. Я сегодня приехала, короче, как мы заехали в Германию, мы сразу остановились. И посетила меня такая, ну, не очень красивая картина. Туалеты были полностью... Короче, там плавали говняшки. Полностью были туалеты как забитые, вонючие, грязные. Мусорки были вот так вот через верх. И как бы... Мне жалко стало Германию. Я говорю, ну, как же так? Ну, блин, ну, почему вот через всю Польшу ехали? Там идеальные прям туалеты. Все чистенько, все. Прям, ну, не знаю. С иголочки, все отмыто. Как только заехали в Германию, скажем, та же самая трасса, та же самая, только буквально там несколько километров дальше. Пускай это будет там 80 километров, да? Но та же самая трасса. Срач ужасный. Я говорю, ну, что творится? Почему так? Ведь это все так еще не было. Я поделилась с этой картинкой на телеграм-канале. И, конечно же, меня обкидали камнями, что я вот тут столько лежила, столько много лет. И я не ценю Германию и всегда ее обкакиваю. Я ни слова не сказала, что Германия плохая, вот она грязная, смотрите. Я сказала, что мне жаль, мне безумно жаль. Почему все так происходит? Вот и все. Наоборот, как бы я переживаю за то, что тут творится, потому что все же я прожила тут 26 лет. Это очень большая часть моей жизни. И я переехала не из-за того, что Германия такая плохая, а из-за моих личных нужд, из моего внутреннего позыва, как говорится. Я себя всегда ощущала русской, и меня всегда тянуло в Россию. И мне менталитет и жизнь в России, даже если она простая, намного проще, чем в Германии, и вот такая вот неорганизованная и так далее. Но это мне больше по душе. Но каждому человеку своему зачем же сразу прям набрасываться? Вот это вот я хотела сказать. Германию я не ненавижу, и ничего плохого она мне не сделала. Так же, как и я ей ничего плохого не сделала. Я только делала хорошее. Я была хорошим примерным жителем. Не вредила Германии, платила налоги. Поэтому я думаю, что как бы все нормально в нашем отношении между мной и Германией. Вот так. Ну ладно, тогда я закачаю этот ролик, и уже увидимся, когда я буду после душа расчесанная, собранная. И возьму вас с собой. Завтра у меня в 9.30 суд. Так что после суда обязательно подключусь. Так что всем хорошего вечера. Люблю вас. Целую. Будьте добрей. Не переворачивайте слова, сказанных мною, пожалуйста. И вообще, если кто-то вам что-то говорит, понимайте слова правильно, обдумайте все, и потом уже делайте выводы. До свидания. До новых встреч.